Перенасыщение как новый толчок к познаниям. Передовые технологии, дизайнерский интерьер, строго выраженные в красно-черном цвете и подготовленные специалисты. Во второй школе села Курджинова заработал Центр образования «Точка роста». Фатима Даурова побывала на одном из первых уроков. Новые центры – притяжение для сельских ребят. Так называют учителя второй школы села Курджинова открывшиеся кабинеты цифрового и гуманитарного профилей. Их преимущества заключаются в наличии новых мышных компьютеров, видеокамер, 3D-принтера, тренажеров, манекенов, квадрокоптера. Для маленькой сельской школы это как большой шаг в будущее. Школьники никогда не видели такого оборудования и в данном случае упор делается на развитие дополнительного образования, особенно в сельских школах, потому что мы лишены устойчивого интернета, у нас нет компьютерной техники. А здесь в рамках данного проекта мы получили огромное количество и мебели, и цифрового оборудования, мы получили ноутбуки, у нас есть даже квадрокоптеры. Дети и не видели этого, и не слышали. Поэтому сейчас учителя проходят курсовую подготовку, чтобы овладеть данной техникой, потому что никто с этим не сталкивался. И, конечно же, мы будем обучать наших детей. Казачий класс один из образцовых в школе. Ребята здесь дружные, целеустремленные. И успехи в учебе одни из самых лучших. Им досталась честь первым исправить новоселье. Центры дают возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах, делать самостоятельные проекты. Много проектной деятельности здесь намного легче, чем в классе, например, информатики. Благодаря таким проектам теперь, наоборот, еще больше будет участвовать. Ведь у многих не было возможности, например, дома проблемы. А теперь сюда можно будет легко пройти и сделать. У таких кабинетов, как «Точка роста», конечно же, у нас упростится этот процесс, потому что есть новые возможности открываются, есть новое оборудование. Детям интереснее будет, эстетическое удовольствие они будут испытывать, удобнее. Посещая занятия цифрового, естественно, научного, технического и гуманитарного направлений, в том числе изучая основы робототехники и трехмерного моделирования, ребята научатся мыслить масштабнее, применять навыки в реальности и создавать медиапродукты. А правильно донести до учеников все возможности инновационных центров помогут учителя, которые уже прошли или пройдут в скором времени специальную школу подготовки. И каждый звонок на занятия будет притягивать ребят все больше к новым познаниям.